МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пять пешеходов за один вечер в Кирове зафиксирован резкий всплеск аварии с участием пешеходов в вечернее время суток. Из-за плохого освещения или из-за погодных условий водители утверждают, что попросту не видят тех, кто переходит дорогу в темной одежде. 15 дефектов и 30-40 отключенных от горячей воды, а где-то и от тепла домов. Участники оперативного штаба в городской администрации отчитались о прохождении отопительного сезона в Кирове. Ограбление века. Преступники несколько месяцев проламывали ход в ювелирный магазин в многоквартирном доме и похитили золото с бриллиантами. Полиция продолжает поиск людей, которые попали в объективы камер наблюдения. Буратино, елка, горки, лабиринт и коток, который стал ближе к правительству. На подготовку театральной площади к новогодним праздникам собираются потратить 13 миллионов рублей. Но ничего нового ждать не стоит. Котенок размером с кавказскую овчарку. Дебют на арене и как съемочная группа едва не осталась без видеокамеры, цирк Багдасаровых впервые выпустил на манеж одного из своих самых молодых артистов, четырехмесячного тигренка. О главных событиях среды 8 ноября расскажет информационный канал «Город» в студии Александр Тимшин. Здравствуйте. Пешеходов не видно. Дорожные полицейские фиксируют сезонный рост аварий с участием пешеходов. Только в городе за сутки 5 ДТП. И все вечером людей на дороге большинство водителей успевали заметить буквально в последний момент. Погибших нет, но пострадали дети. В ГИБДД напоминают о необходимости световозвращателей. Водители жалуются на слишком темные зебры. Пять аварий с пешеходами. Пожалуй, слишком много для нашего города с учетом не очень сложных погодных условий. Вмятины на капоте иномарки следы удара автомобиля с 9-летним мальчиком. На улице Конева в 5 вечера водитель не заметил ребенка при повороте. Тремя часами позже на углу Московской у Пита сбита пятилетняя девочка. Водитель не виноват. По предварительной версии мать переводила ребенка на красный сигнал светофора. И вот самое последнее. Вечером 8 ноября на пешеходном переходе перекрестка Красноармейская-Казанская сбили мужчину. О состоянии пока не сообщается. И таких, похожих по картинке, когда темно и никого не видно, и еще три аварии в городе за последние сутки. Погибших нет. Большинство дорожно-транспортных происшествий происходит именно в вечерние и ночные часы. Поэтому Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем участникам дорожного движения о особенности пешеходам о том, что при движении в темное время суток на несвещенных участках дороги необходимо закрепить на одежде световозвращающие элементы. Водитель Константин с большим стажем говорит, что этой осенью вместе с летней резиной перешел и на новый стиль вождения. Приходится все время вглядываться в темноту, чтобы увидеть пешеходов. Пару раз успевал останавливаться в сантиметрах от людей. Многое приходится ездить в темное время суток. Видишь, что рабочий район – это район Лепсия. Не всегда бывает, не во всех местах хорошо освещен. Особенно в дождливую погоду, дождь, снег, пешеходов в темной одежде практически не видно. Даже вот вблизи пешеходного перехода, хотя их и освещают. В районы, которые совсем темно, Константин после четырех старается вообще не заезжать. Филей, Каленгасово, Дурни – аутсайдеры городского рейтинга по освещенности. Теперь еще и самые опасные в плане мрачных пешеходных переходов. Темная одежда и отсутствие освещения над зебрами – как оказалось, еще полбеды в нашей городской статистике. Пешеходы порой сами бросаются под колеса, причем даже с детьми, а еще перебегают на красный. С начала года на дорогах области погибли 60 пешеходов, причем чуть больше половины – по своей вине. Но официально даже в таких историях вину несет именно водитель. 10 ноября игнорировать пешеходов для водителей будет дороже. Штрафы возрастают от полутора до двух тысяч рублей. Правительство страны объясняет эту меру тем, что слишком много стало жертв именно на зебрах. В нашей области по статистике каждая третья авария – это сбитый пешеход. Ксения Зинуева, Иван Деров, информационный канал «Город». Половина кировчан действительно недовольны уличным освещением. Об этом говорят результаты исследования. А программа расселения аварийного жилья в области подходит к концу. Это уже со слов областного правительства. Об этих и других новостях далее в рубрике «Короткой строкой». Самые темные дворы на филейке Ивленгасова. В региональной общественной палате подвели итоги акции «Темный двор». Три месяца жители города высказывали мнение об освещенности улиц и около домовой территории. По результатам, половина опрошенных считает, что территория не освещена совсем. Больше всего жало в Октябрьском и Ленинском районах города. Проблему аварийного жилья в области практически решили. За четыре года квартиры получили почти 6700 человек. Это 95% от нуждающихся. Новое жилье строится за счет денег фонда реформирования жилья и областного бюджета. На переселение из аварийных домов общей сложности направлено более 2,5 миллиардов рублей. Кировская школа отметила столетие. Вековую отметку перешагнул лицей информационных технологий бывшая школа номер 28. Он начал свою работу в день Октябрьской революции. В честь праздника состоялся концерт, который был подготовлен силами учеников, педагогов и выпускников школы. С юбилеем коллектив школы поздравили и первые лица области и пожелали долгих лет плодотворной работы. Как сказал наш губернатор, через 50 лет давайте здесь все встретимся. А Николай Евгеньевич будет продолжать руководить нашим лицеем. Вот интересно было бы посмотреть. Я думаю, что это будет здорово. Поздравляю! Киров интересен шубами, лесом и сантехникой. Аналитики одного из поисковых сайтов оценили запросы о 50 крупнейших городах России. Про Киров получено порядка 21 миллиона вопросов. Чаще всего о городе интересовались в соседних, Нижнем Новгороде, Ижевске и Перми. 15 дефектов, десятки отключенных от горячей воды домов и еще несколько от отопления. Сезон горячих батарей в городе начался. Прошли все гидравлические испытания и замена теплотрасс. Но раскопанными по-прежнему остаются несколько районов города. Сегодня на оперативном штабе в администрации искали решение, как быстрее включать людям воду и как безболезненно отключать отопление. Если говорить о горячей воде, то сейчас работы идут на 15 объектах. Масштабных прорывов там нет, но без горячей воды до устранения пожить кировчанам придется. Есть несколько адресов, где приходится отключать и отопление. Теплоснабжающие компании пообещали выполнять и требования по срокам отключения. Известно, что срок не должен превышать одних суток. От 30 до 40 жилых домов ежедневно попадают под ограничения. Подача горячей воды тоже по дефектам. И, соответственно, большая часть – это именно дефекты. Сейчас у нас идутся работы по замене водоподогревателей старых, изношенных. Там, где как раз уровень может попасть в систему горячего водоснабжения, для чего мы его и запускаем. На этой неделе отопление на сутки отключат сразу по нескольким адресам. В список попали 6 домов по Пугачево, Левитана и 1 дом на Азино-5. Как поясняет в КТК, на тепловых пунктах будут менять оборудование. Всего по городу таких объектов 12 до конца года. Работы проводить будут на всех. Несколько месяцев на изготовление декораций, костюмов, кукол и музыка, которая писала специально для постановки. В Театре кукол прошла генеральная репетиция нового спектакля. История о том, как опасно играть с огнем, когда родителей нет дома, зрители покажут уже на этой неделе. Это было последнее предупреждение. Теперь поезд отправляется в депо и никуда больше не идет. Постановку об элементарных правилах пожарной безопасности в Кирове ставит режиссер из Петербурга Никита Шмедько. Изначально он хотел наполнить спектакль еще и театром теней, хореографией и живым вокалом актеров. На протяжении нескольких месяцев Никита Шмедько периодически приезжал в Киров, чтобы следить за подготовкой и производством костюмов, декораций и кукол. Сколько всего было сделано, теперь уже и не пересчитать. Ну, количество точно я не скажу, но там около 150 названий, наверное, в списке было. Ну, всякого реквизита, декораций, кукол. Это несколько месяцев. То есть мы приезжали на техсовет, потом уезжали. На протяжении всего этого времени контролировали процесс изготовления. И когда я приехал уже здесь около месяца, и все до сих пор доделывается, какие-то детали новые появляются. Что-то мы придумываем на ходу, что нам нужно изменить. Что-то получается неудобно, во время репетиции нужно переделать. Поэтому вот до сегодняшнего дня еще работы не останавливаются. Режиссер из Петербурга пообещал, что спектакль будет интересен не только детям, но и их родителям. Премьера назначена на 11 ноября. В эфире информационный канал «Город». Мы продолжаем. Ограбление в жанре голливудских блокбастеров произошло в Кирове на Октябрьском проспекте. Полиция до сих пор ищет хитроумных преступников, которые проникли в ювелирный салон через подвал. В нем они сделали подкоп, проломили пол магазина и похитили золотые украшения с бриллиантами. Ущерб составил несколько миллионов рублей. Подробности в рубрике «Место происшествия» напоминаем. Материал имеет возрастное ограничение 12+. Ювелирный салон находится на первом этаже жилого многоквартирного дома. Обычно жулики проникают через входную дверь, но это не тот случай. Подозреваемый зашел со двора. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина заходил в подъезд. Этот маршрут в подвал он повторял несколько раз до тех пор, пока не продолбил себе ход в ювелирный салон через туалет. Ну, долбили, долбили. Что долбили, где долбили? Думали, что делали, кто-то ремонт. Все. Больше мы ничего не знаем. Ну, долбили, когда слышно было везде, во всем подъезде. Как стало известно, воры знали, что салон не работал и спокойно похитили украшения. Известно, что пропали изделия с бриллиантами. Одно из них стоимостью от одного до двух миллионов рублей. По данным полиции, ущерб составил около трех миллионов рублей. Оригинальных грабителей сейчас ищут. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Скорее всего, золотые изделия были застрахованы. Впрочем, владельцы салона уже гарантировали полмиллиона рублей за информацию о преступниках или похищенных бриллиантах. В Кирове на перекрестке улиц Провсоюзной и Карла Маркса неадекватный лихач на Ниссане Альмера не вписался в поворот. Машина в кювете перевернулась и врезалась в дерево. Теперь авто не подлежит восстановлению. Эвакуаторщику пришлось попотеть, чтобы достать машину из-за врага. Как выяснилось, пострадал 24-летний виновник аварии. Осколками стекла ему порезало лицо. После встречи с медиками его передали сотрудникам ДПС, ведь у лихача имелись признаки опьянения. Правда, от экспертизы гонщик отказался. Теперь ему грозит лишение прав. Досадным задержанием закончилось празднование юбилея для автоледи на Хонде. На улице потребка операции после неудачного маневра она едва не врезалась в иномарку. Инспекторы остановили машину и поняли, причина неуверенного вождения вовсе не в ее скромном опыте. На девушку составили административный протокол за пьяное вождение. Машину эвакуировали. Автоледи пришлось вызывать на место задержания такси. Буратино, елка, горки, лабиринт и каток, который стал ближе к правительству. На подготовку Театральной площади к новогодним праздникам в администрации города собираются потратить 13 миллионов рублей. Но, судя по предварительным проектам, ничего принципиально нового ждать не стоит. На Театральной площади, как и все последние годы, разместятся, кроме главных атрибутов, несколько горок, лабиринт, ледовая пирамида и каток. Нужно отметить, что в этом году его в администрации планируют передвинуть ближе к зданию правительства. Вообще, дизайнеры задумали оформить театралку в этом году в музыкально-театральном стиле. А центральными персонажами, кроме Деда Мороза и Снегурочки, станут герои сказки Буратино. Речи о каких-то принципиально новых решениях или технических новинках, какой в прошлом году стал поддержанный уличный проектор, пока речи не идет. На все в администрации готовы потратить 13 миллионов 100 тысяч рублей. Это на миллион рублей больше, чем в прошлом году. Кто займется оформлением, станет известно 27 ноября. А к 18 декабря все должно быть готово. Котенок размером с кавказскую овчарку, дебют на арене и как съемочная группа едва не осталась без видеокамеры. Цирк Багдасаровых впервые выпустил на манеж одного из своих самых молодых артистов – четырехмесячного тигренка. Так совпало, что начать покорение арены раньше ему было просто нельзя. Впрочем, до выполнения трюков пока очень далеко. И вместо работы с инвентарем для молодого тигра предпочтительнее игра с пластиковыми бутылками или охота на зазевавшихся журналистов. Никита Тузов продолжит. Знакомьтесь, Ричард. Для тигренка это самый первый выход на арену. Правда, еще совсем не для выполнения различных трюков, а скорее так для знакомства. Хоть он и родился в неволе, инстинкты хищника никуда не исчезают. Интересен ему не столько цирковой инвентарь, сколько зазевавшиеся потенциальные жертвы. Несмотря на то, что даже по... Несмотря на то, что по кошачьим меркам это всего лишь котенок, ему всего лишь три месяца. Входить к нему в клетку категорически запрещено. Его лапам уже даже в этом возрасте по размерам можно сравнить с кулаком среднестатистического мужчины. За стальной сеткой на арене пока может находиться только дрессировщик. Заслуженный артист России Артур Багдасаров. Молодой тигр должен привыкнуть в первую очередь к нему. Артур предлагает показать наглядно, к чему может привести нахождение посторонних в круге арены. Даже не людей, предметов. Хочешь я тебе отсюда? Можешь камеру мне дать, я тебе беседки сниму. Чтобы добиться послушности, с животными приходится разговаривать буквально на их языке. В общении с Ричардом Артур Багдасаров нашел звук, который тигры используют для общения между собой. Такой звук воспринимают даже совсем молодые кошки. Для Ричарда, кстати, знакомство с ареной Кировского цирка – это своеобразный дебют. Первые несколько месяцев после рождения тигры должны содержаться, можно сказать, в инкубаторных условиях. У него был карантин, как прививки, такие же, как у всех животных, у маленьких детей. Поэтому выпускать его раньше нельзя было. И вот сегодня первый раз он зашел на манеж у нас. И, как вы заметили, абсолютно себя адекватно ведет. Поведение это, кстати, типично не только для тигров, но и, наверное, для всех животных семейства кошачьих. Любимые игрушки – те, которые можно катать или которые издают шум. Например, пластиковые бутылки. Но хватает их ненадолго. Вот бутылка, буквально 5 минут побывавшая у тигренка, становится вот такая. Он ее прокусывает. Для обычного, для любого маленького котенка это невозможно. То есть даже у тигренка, которому сейчас 4 месяца, у него уже зубы в большой собаке. Навыки трюков, как ни странно, у молодых животных появляются именно во время таких игр. Дрессировщики отмечают, что ключевым условием со временем становится награда – это куски свежего мяса. За один выход на арену даже 4-месячный тигренок может съесть не один килограмм. Все же процесс обучения небыстрый. До становления тигра, как циркового артиста, проходит несколько лет. Даже подросшие кошки видят арену в первую очередь как площадку для игр. Яркий тому пример годовалые Зевс и Шива. Шивонька, иди съешь его. Иди съешь этого. Иди съешь его. Иди съешь его. Иди съешь его. Отбоя от которых, кстати, на гастролях цирка Багдасаровых в Кирове нет. Никита Туза, Дмитрий Анциферов, Артур Багдасаров, информационный канал «Город». И в конце выпуска о прогнозе погоды на завтра. Он с ним вас познакомит Татьяна Чупракова. 9 ноября отмечается Всемирный день качества. Целью этого дня является повышение значения качества услуг и товаров, производимых в мире. А порадует ли нас своим качеством погода – об этом мы узнаем прямо сейчас. 9 ноября в Кирове пасмурно и без осадков. Температура воздуха днем 0, а ночью минус 2 градуса. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. Желаю вам легкого четверга! Такой была эта среда, 8 ноября. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 54 в 18-19. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в городе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова